Как снежок сделан, как издельство похожее. Да, но здесь практически отсутствуют консерванты. Абсолютно натуральный продукт, новинка Красногорского молочного завода. Александр Прокопьев в числе первых дегустаторов. За чашкой йогурта депутат Госдумы и редактор районной газеты «Восход» обсуждают развитие здания. Можно сказать, что газеты у нас поступают в каждый практически дом, где люди способны мыслить, что-то обдумывать и чем-то интересоваться. Кроме молочного завода и собственной газеты, район по праву может гордиться научно-производственным центром. Здесь выпускают травяные чаи, сухие бальзамы, кисели. Все на основе натуральных растений. Для депутата онлайн-экскурсия по предприятию. Измельчается и с помощью вихревого цикла, циклонами, подается вверх. Затем очищается, там две степени очистки стоит, и проваливается на сито. Следующая остановка – районная больница. Проблема острой нехватки кадров не обошла стороной Красногорский район. Программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» пусть не полностью, но решают этот вопрос. Сейчас средние медработники, очень тяжело их найти. То есть, как бы, люди уходят в совсем другие отрасли после окончания колледжей и так далее. Вот мы ездили, приглашали к себе на выпускные, то есть не на выпускные, перераспределение, когда идет, в колледжах приезжали, в иск приглашали. Ну, вроде бы, как уговорили троих-четырех сюда приехать. Далее экскурсия по сельской школе, спортивный зал, столовая, библиотека, все кабинеты оснащены по последнему слову техники. На днях откроют музей. Его экспозиция посвящена 70-летию Великой Победы. Традиционный отчет перед общественностью – одна из целей визита депутата в район. О проделанной в прошлом году работе он рассказывает в каждой территории региона. В зале заседаний Красногорской сельской администрации депутаты сельсовета, общественники и жители села. В 30-минутном докладе изложены наиболее значимые достижения за минувший год. Пообщаться с вами для меня было принципиально. Это и моя работа, и моя ключевая задача. Поэтому услышать от вас о тех проблемах, которые существуют, или ваши предложения по тем направлениям, которые вы считаете перспективными, необходимыми в первую очередь для решения, в том числе для развития своего района, я бы хотел услышать непосредственно от вас. Встреча сельчан с депутатом продолжалась больше часа. Прямой диалог с населением – отличная возможность узнать о проблемах и с первых уст убежден Александр Прокопьев. Ирина Молодцова, Иван Зяблицкий, Новости ОТН.